В пятницу поздно вечером по Нью-Йорку стало известно, что выборы мэра Лондона впервые в истории Великобритании выиграл мусульманин. Градоначальником британской столицы стал Саддик Хан, кандидат от партии лейбористов. Очередной этап предвыборной гонки в США прошел в штате Индиана. У демократов с небольшим отрывом победил Берни Сандерс. Математически он еще может набрать необходимое число делегатов для победы на партийном съезде. Но практически это уже невозможно. Хилари Клинтон существенно опережает своего конкурента. Главная сенсация недели у республиканцев. Несмотря на отчаянные попытки партийного истеблишмента помешать Дональду Трампу, он всех переиграл. Республиканское поле расчистилось. Последние соперники, сенатор Тед Круз и губернатор Джон Кейсик, сошли с дистанции. Победа Трампа не привела к партийному единству. Обычно после того, как определится победитель праймерис, лидеры и старейшины партии призывают сплотиться вокруг кандидата. Но Трамп вызывает такую личную неприязнь у консервативных политиков, что на минувшей неделе в республиканском лагере раздавались заявления о бойкоте партийного съезда и даже выборов. Президенты Буш и 41-й, и 43-й, и бывший губернатор Флориды, тоже Буш, все трое сказали, что не будут голосовать за Трампа. Сенатор Линдзи Грэм и спикер Конгресса Пол Райан объявили, что не поддержат Трампа. За что же миллиардера так не взлюбила партийная элита и так возлюбил электорат? Свою теорию предлагает известный писатель, публицист Александр Геннис. Александр, почему выигрывает Трамп? Я думаю, что одним словом можно сказать так – откат от Обамы. Я верю в то, что главные успехи Трампа – это расизм, сексизм и ксенофобия. Просто и ясно, почему такое количество людей подались на эту уловку. Потому что Трамп – первый кандидат, который так разговаривает. Никогда в Америке, за всю историю Америки, никогда не было политика, если можно назвать этого клоуна политиком, никогда не было человека, который говорил нечто подобное. Потому что он рискует своими избирателями. Но этот риск в данном случае оправдался. Потому что четыре года назад тоже был Обама. Но никто не мог сказать того, что говорит Трамп. А ведь на самом деле, в сущности, он говорит страшные вещи. Он говорит, что, например, мексиканцы все насильники. Представьте себе, как вы приходите домой, а у вас полно мексиканцев вокруг. Всюду мексиканцы есть. И как вы им говорите? А вы насильник. Вы же не скажете этого, а Трамп может. То есть Трамп говорит то, что другие хотели бы, но боятся. И многим, конечно, это нравится. Особенно нашим соотечественникам, которые ненавидят политическую корректность. И ненавидят государство, которым они, надо сказать, активно пользуются. Меня поразило, что на Брайтон-Бич 84% проголосовало за Трампа. Который хочет уничтожить то самое государство. Благами, которым на Брайтон-Бич пользуется подавляющая часть населения. Это медикейт, это восьмая программа жилищная, это футстемпы. То есть это получается так, что, я уже 40 лет привык к этому, что свободы в Америке слишком много. Для нас с Фимой как раз, а для остальных слишком много. Вот так, поэтому нужно ее прибрать к рукам. Александр, но может ли такая страна, как Соединенные Штаты, существовать без политкорректности? Вы видите, дело в том, что с точки зрения наших иммигрантов еще как возможно. Потому что неграм нужно прижать к стенке, мусульман выселить, русских запретить. И так далее, и так далее. В России привыкли к категорическим быстрым решениям. Поэтому и Путин там так популярен. Конечно, сходство между Путиным и Трампом довольно велико. И нравится и то, и то, и другое примерно по тем же причинам. Он производит впечатление силы. Не силы, это не силы, это впечатление силы. Потому что, на самом деле, ну скажем так, Путин, он же сильно ослабил Россию. Потому что он окружил ее кольцом врагов, вместо кольцом союзника. Правда? Нету большего русофоба, чем Путин, потому что он вызвал ненависть всего мира к себе. Но, тем не менее, он производит впечатление силы, потому что он говорит мочить сортирок. То же самое Трамп. Трамп понятия не имеет, что делать с международным положением. Но он говорит, что вот мусульман не пускать, детей террористов пытать. И всем кажется, что вот наконец появился сильный человек. Это довольно частое заблуждение такое. И это же не первый раз так происходит в истории. Часто сравнивают сейчас Трампа с Муссолини, который говорил примерно то же самое. А что именно? Кто не знает. Дело в том, что фашизм Муссолини был чрезвычайно расплывчат. И у однажды спросили, писали энциклопедию «Фашизм», когда он уже был в власти. И его спросили, что такое фашизм? Он сказал, что фашизм – это я. Примерно то же самое может сказать Трамп. Потому что на все вопросы, которые только существуют, он отвечает чрезвычайно расплывчато. Прямо противоположные вещи. Например, международные отношения. Что он говорит? Что ну да, надо всех бомбить или наоборот со всеми дружить. Я понимаю, что политики американские не хотят огорчать, расстраивать и злить электорат Трампа. Потому что это люди, которые им нужны. Их миллионы людей. Это миллионы людей, которые устали от того, что жизнь не такая, как она есть. А она всегда не такая, как она есть. И то, о чем они тоскуют, та Америка, которая обещает им Трамп вернуть, ее никогда не было. Но они прекрасно знают, чего они хотят. Они хотят всего и много. Да, так оно работает. И популизм – это всегда опасность. Но как можно противостоять этому популизму? Какие есть средства противостояния вот этой вот картинке рекламного ролика 80-х? Да, того, чего не было? Я был в 80-е годы в Америке. В 80-е годы все говорили о том, как ужасна Америка, что страшнее ничего не было. Вот в 50-е годы было то самое. Я теперь с таким интересом слежу за этим. Я слишком давно живу. 40 лет я уже видел все на свете. Что вы? В 80-е годы были, казалось, ужасным. Мне уже кажется, 90-е были лучше, потому что холодная война кончилась. То есть все. Но на самом деле это все… Как же все-таки противостоять вот этому популизму Трампа? Вы знаете, дело в том, что лучший враг Трампа – это Трамп. И, конечно, он сделает все, чтобы проиграть на выборах, потому что он не может удержаться. У него ведь тоже положение довольно странное. От него ждут двух вещей. Чтобы он перестал быть Трампом и чтобы он продолжал оставаться Трампом. То есть как же он может… И все внимание привлекает то, что он заявляет какие-то бешеные, дикие вещи. Но он говорит, вот эта женщина, у нее менструация, вот поэтому она такая сумасшедшая. Все в восторге, потому что кто может такое сказать? Даже про жену такое не скажешь, страшно. А он может такое сказать. Но, с другой стороны, ему нужно перестать такое говорить. Да, за него перестанут голосовать. То есть у него положение совершенно непонятное. И что ему делать, тоже неясно. И поэтому все рассчитывают на то, все противники Трампа, которых я знаю, все рассчитывают на то, что он сам себя угробит. Но давайте себе представим другое развитие ситуации. Трамп не убил сам себя и оказался в овальном кабинете президент. Как он будет себя вести? Отцы-основатели предвидели, и всегда, с чего они всегда боялись. Разделение власти не позволяет президенту сделать слишком много глупостей. Президент не король. И в этом смысле Америка страшно ржавая страна. Все, что делается в Америке, делается медленно и неправильно. Посмотрите, что творится с Конгрессом. Как трудно провести любой закон. Это ведь не случайность. Они хотели, чтобы было трудно. Они хотели замедлить власть, чтобы не сделать слишком страшных ошибок. И потом 4 года. Понимаете, когда власть меняется, всегда можно исправить ошибку. Трагично в том, что и все-таки исполнительная власть в Америке так сильна, что президент может принимать очень важные решения. Я каюсь. Я не понимал этого пока в 2000 году, когда были выборы Буш-Гор. И Буш победил на выборах и сказал, ну, в общем, какая разница. Америка такая сильная, могучая, правильно устроенная страна, что личность президента не имеет значения. Как я ошибался. Понимаете, если бы Гор был президентом, не было бы войны с Хусейном. Если бы не было войны с Хусейном, Ближний Восток не превратился бы в ту помойную яму, в которой он сейчас провалился. Если бы Америку не ненавидели бы полмира, потому что не было бы этой войны. Короче говоря, целая цепочка событий, которая не произошла бы, если бы всего-навсего был другой бюллетень во Флориде избирательный. И проголосовали бы, правильно почитали бы голоса. Тогда я понял, что все-таки это не так. Потому что весь 21 век пошел наперекосяк, потому что не того президента выбрали.